Сенсационный план разработан и, что более важно, уже выполняется в Донбассе. Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик сегодня выступило с важной и мирной инициативой. Ополченцы первыми отводят не менее чем на 3 километра оружие калибром до 100 миллиметров. Подразделения ДНР и ЛНР уже получили распоряжение об отводе бронетехники в тыл на 3-х километровое расстояние. И первые бронеколонны начали движение. Теперь главное, каким будет ответ Киева. Репортаж Антона Степаненко. Донецкая армия отводит вооружение калибром менее 100 миллиметров от линии фронта. Такое сенсационное решение сегодня приняло руководство этой республики. Ее поддержали и в Луганской народной республике. Демонстрируя приверженность минским договоренностям, мы приняли решение инициативного на стороннем порядке отвести свои подразделения с танками и бронемашинами, оснащенными орудиями калибром до 100 миллиметров, от линии соприкосновения на расстояние не менее 3 километров. Со своей стороны мы отведем всю нашу боевую технику и артиллерию калибром до 100 миллиметров на расстоянии не менее 3 километров от линии соприкосновения. Единственным исключением для нас является район населенного пункта Счастье, откуда мы будем готовы вывести оставшуюся технику и вооружение только после выполнения украинской стороной аналогичных обязательств на других участках. Сообщение об этом днем появилось на сайте Донецкого агентства новостей, а чуть позже о подробностях рассказали на пресс-конференции в Донецке. Шаг достаточно рискованный, но на самом деле в случае, если Киев попытается ситуацию решать силовым путем, у нас будет возможно защитить свои территории. Возможно, такие действия в инициативном порядке, они повлияют, и Украина пойдет здесь, или, скажем так, будет вынуждено пойти, или даже еще, скажем, более правильно, Европа найдет механизмы заставить, оказать давление на Киев, чтобы Киев сделал такие же действия, и тогда мы действительно сможем говорить уже о полноценном прекращении огня. Отвод техники начнут в глубину территорий обеих республик буквально в эти часы. Последней будет от вина техник с позиции северной Донецка, Дебальцевой и Горловки. Отвод вооружений с Киевом неоднократно обсуждался на переговорах контактной группы в Минске, но каждый раз достичь договоренности и подписать соглашение не удавалось. За последнюю встречу в Минске, на которой я присутствовал, поднимался вопрос об отводе тяжелого вооружения с линии разграничения. Тогда Украина успешно это предложение отклонила. Она считала, что на линии разграничения можно будет оставить танки, минометы, и всю остальную технику, которая позволяет вести активные наступательные действия украинским войскам. По нашим данным, отвод уже начался. На практике реализация Донецкой инициативы будет означать следующее. Вооруженные силы обеих республик отводят в тыл на 3 километра от линии фронта свои артиллерийские части и танки. Правда, за исключением нескольких участков. В ЛНР это линия соприкосновения в районе поселка Счастье, а в ДНР Донецкий фронт и Дебальцевский. Это те точки, которые мы исключаем на данном этапе из наших инициатив. Тем не менее, это тоже может обсуждаться, но уже непосредственно с теми, кто может на себя брать ответственность и не ссылаться на неконтролируемость, неуправляемость, с теми, кто действительно принимает решения. Это отнюдь не первая мирная инициатива самопровозглашенных республик, на которой Киев пока ничем подобным не ответил. Например, отвод частей ополчения от поселка Широкино, по сути, остался без ответа. Батальон вооруженных сил Украины и АЗОВ отказался покидать свои позиции под этим поселком. ДНР в инициативном порядке проводил... ...контролировать, как стороны выполняют взятые на себя в Минске обязательства. О прекращении огня и об отводе тяжелой техники. Киев говорит, так они в нас стреляют, а мы отвечаем. А наблюдающие ОБСЕ говорят, ну да, вообще-то стреляют с двух сторон, кто там первый начал, мы не знаем, мы позже приехали. Значит, если тяжелых вооружений на линии соприкосновения нет у ДНР, но есть у Украины, то, соответственно, за любой обстрел несет ответственность Украина. А противостояние продолжается, и люди, которых Киев считает своими соотечественниками, по-прежнему гибнут. Поселок Шахты 6-7 на окраине Горловки почти со всех сторон зажат позициями украинских силовиков. Здесь безошибочно определяют, откуда в поселок летят снаряды. Стреляли и с Шум, и с Держинска, и с Майорска, и с Кодыма летело, и с Зайцева, в общем. В поселке не осталось ни одного целого дома. Пробиты стены, выбиты стекла, повреждены крыши. Жителей можно пересчитать по пальцам, и каждую ночь эти люди ночуют в подвалах. От школы осталось одно название, вернее, стены. Но под ней крепкий подвал, надежное место, чтобы пережить обстрелы. А в последние дни они участились. Я одна осталась в семье. Что я могу одна сделать? Если они каждый день бомбят, что я могу сделать? Делегации ДНР и ЛНР уже отправились в Минск на очередные переговоры контактной группы. Особых иллюзий по поводу способности Киева договариваться ни в Донецке, ни в Луганске не питают. Киев такими действиями стоит ставить под вопрос вообще договороспособности Киева как государства. Я напоминаю, что под всеми документами стоит подпись Кучмы. И он же является указом президента Порошенко и его прямым представителем на переговорах. Фактически ставится под вопрос договороспособности Украины выполнять свои международные обязательства. Тем не менее, альтернативы минским переговорам в Донецке и Луганске не видят и не ищут. Сенсационное решение об отводе вооружения наглядно демонстрирует готовность и способность ДНР вести диалог. И договариваться о мире, в отличие от Киева. Тот импульс, что был сегодня дан представителями ДНР и ЛНР, действительно ставит официальный Киев в очень непростое положение. Потому что все мы прекрасно понимаем, что если сейчас не будет симметричного действия со стороны киевской власти, то это для всего мира будет означать единственное, что Киев не готов соблюдать Минские соглашения, не готов идти на компромисс, а следовательно считает, что только силовым путем можно разрешить данный конфликт. Переговоры в Минске пройдут 21 июля. Вполне возможно, именно там Киев ответит на мирную инициативу республик. А первую реакцию жители Донбасса узнают предстоящей ночью. Ведь украинская армия обстрелы, как правило, ведет по ночам. Антон Степаненко, Рушан Умяров, Клим Санаткин, Первый канал, Донбасс. Тем временем на западе Украины силовики стягивают подкрепление в Закарпатте, где скрываются боевики запрещенного в России правого сектора после перестрелки в Мукачеве в минувшую субботу. В Киеве их сообщники продолжают заявлять, что нужна смена власти. А во Львовской области зазвучали призывы к автономии для нескольких украинских регионов, граничащих с Евросоюзом. Репортаж Юлии Ольховской. Обстановка в Мукачеве явно накаляется. Ночью неизвестный в Балаклавах расстреляли охранника в железнодорожном тоннеле через Карпаты. Он успел вызвать караул, но вооруженные люди быстро скрылись. Правоохранительные органы пытаются убедить журналистов, что никакую спецоперацию в Закарпатте не проводят. Но факты говорят об обратном. Городу с утра стягивает бронетехнику в районе горы Черноголого, где укрылись боевики, летают вертолеты. Вечером в экстремистской организации заявили, что их соратников в Закарпатте хотят ликвидировать. Радикалов Ярош в Фейсбуке назвал представителей власти предателями и сообщил о готовящемся бое. Как сказали ребята из леса, никто не заберет у нас право на последний бой. Заклинаю всех своих братьев по оружию из вооруженных сил Украины, добровольческих батальонов, нацгвардии, СБУ, Министерства внутренних дел, погранслужбы. Не выполнять право. Гражданами второго сорта в собственной стране. Когда не побеждена коррупция центральной власти, деньги по праву принадлежащие труженикам и пенсионерам нашего региона оседают в карманах вороватых киевских чиновников, ничуть не изменившихся со времен Януковича. Поэтому мы требуем реальной автономии для Львовской области в рамках процесса конституционной реформы, объявленной президентом Петром Порошенко. Боевики из запрещенного в России правого сектора пытались помешать проведению митинга, но сделать этого им не удалось. Слишком незначительны во Львове силы радикалов, ведь основной актив экстремистской организации стянут в Мукачево. Новый скандал разгорается из-за автомобилей, которые... Очевидно, что события в Мукачеве станут основной темой обсуждения. И на следующей неделе боевики из запрещенного в России правого сектора собирают во вторник народное вечно Майдане, где собираются в очередной раз выразить недовольство действиями власти. Юлия Ольховская, Максим Семин, Первый канал, Украина. И только что стало известно о телефонном разговоре главы МИД России с министрами иностранных дел Германии и Украины. Он состоялся в развитии, состоявшихся накануне переговоров лидеров нормандской четверки. Сергей Лавров и Франк Вальтер Штайнмайер подчеркнули необходимость скорейшего вывода украинских формирований с поселка Широкино на юге Донецкой области. С Павлом Климкиным условились содействовать, чтобы в рамках контактной группы было уделено внимание шагам по деэскалации в Донбассе. Обоим министрам Лавров заявил, что для конституционной реформы на Украине нужен прямой диалог Киева с Донецком и Луганском. И также министр иностранных дел России поговорил с американским представителем Госдепартамента Джоном Керри. К другим темам становится известно обстоятельства теракта, совершенного накануне вечером в Ираке на оживленном рынке города Бани-Саад. На воздух взлетел грузовик, которым развозят лед. Поэтому никто не обратил внимания на автомобиль, а в нем, по некоторым оценкам, было 3 тонны взрывчатки. 120 человек погибли, ранены 160. Среди них много детей и женщин. Боевики исламского государства выбрали не только многолюдное место, но и время. Трагедия произошла на празднике в честь окончания мусульманского поста. Стоит отметить, что город Бани-Саад расположен всего в 20 километрах от Багдада. Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака, семьям погибших и пострадавших. Президент России подтвердил неизменную поддержку и солидарность с иракским народом в его длительной и тяжелой борьбе с экстремистами. МЧС России предложила помощь Греции в тушении природных пожаров. Ситуация сложная. Алексис Ципрос вынужден был прервать работу и приехать в оперативный штаб. Сразу после этого он попросил у европейских партнеров специальную технику. Москва готова предоставить самолеты Б-200, а также весь необходимый комплект оборудования. Опыт сотрудничества есть. Несколько лет назад наши спасатели уже помогали тушить пожары на горе Афон. Сейчас в Греции самая пожароопасная погода. При сильном ветре температура в тени достигает 40 градусов. Даже с помощью регулярной армии пожарные не успевают потушить все очаги возгорания. Поступала информация и об умышленных поджогах. За сутки сгорели десятки частных домов. Уничтожены сотни гектаров леса. В зоне риска много курортов. Первая современная больница открыта на Шикотане, острове Курильской гряды. Комплекс оснащен новой техникой. Сегодня министр здравоохранения Вероника Скворцова осмотрела палаты, родильный зал, блок реанимации. Наши коллеги говорят, что с японских островов соседи приезжают и изумляются, потому что это высочайшего класса больницы. Работает здесь 8 врачей, около 30 медицинских сестер. Раньше на Шикотане были медпункты и стационар, который размещался в бывшем здании детского сада. В тяжелых случаях пациентов везли на Сахалин. На работу в новую больницу пригласили врачей с материка. Им предоставили служебное жилье. Через 3 года его можно будет оформить в собственном.